Привет, мои достойные зрители! Сегодня мы в основном будем говорить об итогах европейского трансферного окна. В России оно, кстати говоря, еще не закрыто, и у наших клубов футболистов еще могут появиться, как и возможно уйти из одних клубов в другие. Но, тем не менее, клубы пропускали этот бикант европейский, играл только ПСЖ из наших двоюродных братцев. Реал и Милан отдыхали, а вот ПСЖ играл в Кубке Франции и вылетел, проиграв Ницце в серии пенальти. Причем в серии пенальти выиграл вратарь Булка, а вратарь Булка принадлежит ПСЖ. Ну, символично, да, что? Вот так вот булками добрезгивать, пироги себе не оставлять. Это грустная новость для Парижа, но есть и хорошая. По-прежнему Париж Сажирен поддерживает двухмерческая компания Фонбет, которая и моим партнером является тоже. Вы тоже можете присоединиться к этой радости, если зарегистрируетесь в приложении Фонбет. Новым игрокам Фонбет дарит 1000 рублей. Подробности в закрепленном комментарии. Фонбет. Официальный спонсор клубов Реал Мадрид, Милан и ПСЖ. Российские трансферы новости крутились на этой неделе в основном вокруг фигур нападающих. Завершилась эпопея с исходом из «Зенита» Сердара Азмуна. Напомню, что Сердара Азмуна «Зенит» очень долго пытался продать в оставшиеся полгода до конца его контракта. Но, в конце концов, Азмун понял, что он рискует остаться на бабах и сам заключил контракт с Леверкузенским Байером. Начиная с этого. Ну, не сам, конечно. Ему помогли в этом его полномочные представители. Ну, и тогда сразу стал вопрос, собственно говоря, а какого демона ему делать в «Зените» оставшиеся полгода? И хотя сам Азмун уверял, что он намерен умирать из «Зенита» в оставшиеся полгода, ну, или чуть меньше, там, июнь-то не считается, осталось там у него до конца контракта. Тем не менее, «Зенит» принял решение уломать Байер на то, чтобы выкупить Азмуна прямо сейчас. А сам обзавелся пятым бразильцем. Самое главное о пятом бразильце, что мы пока знаем, что у него, в общем, довольно неплохие показатели. Он нападающий, ему 20 лет, и зовут его Юрий Алберто. Ну, ассоциации, сами понимаете, какие. В общем, нам не хватало Юрия Алберто в повседневном разговоре. Тем не менее, естественно, об этом ничего пока подподробнее сказать нельзя. У бразильцев порой уходит время на адаптацию. Ну, и вообще, это пятый бразильец в «Зените». Честно говоря, по-моему, это перебор. Я, естественно, считаю, что пятый бразильец в команде типа «Зенита» — это перебор. И обстоятельства тревожные, потенциально опасные. Совершенно вне связи с тем, что я обычно говорю о «Зените». Дело просто в том, что бразильцы, естественным образом, держатся друг друга. Вот в «Зените» всегда, соответственно, была достаточно мощна местная диаспора. Там, в общем, очень... Ну, там русских выбористов много и понаехавших, конечно, в Петербург. Но, тем не менее, мы все прекрасно знаем, что Питер очень себя оценит в противопоставлении и Москве, и, может быть, и России тоже, в частности. Это совершенно нормально, это самоутверждение такое спортивное. Ну, и вот здесь, конечно, может какая-нибудь крыса или мышь, или пусть даже крокодил пробежать между двумя разными группами игроков. В общем, иногда хватает искры. Посмотрим, что получится. «Зенит» сейчас приступает к финальной части подготовки к старту сезона. Матчем против «Бетиса» в линии Европы с новым нападающим. Ну, это всегда интригует. Федор Чалов на этой неделе очнулся в Швейцарии, куда он отдан армейцами без права выкупа в полугодичную аренду. В общем, на самом деле, такой своеобразный путь. Два года назад Чалов торговал Crystal Palace за 20 с лишним миллионов фунтов стеллингов. И тогда, кстати говоря, ЦСКА находился в очень сложной финансовой ситуации и почему-то решил Чалова не продавать. Вот мы видим, к чему это, собственно говоря, в конце концов приводит. Может быть, это был не только случай, когда ЦСКА в очередной раз упустил возможность заработать хорошие деньги на продажу своего футболиста, а может быть, это Чалов упустил интересный вариант развития своей карьеры. Ну, вот второй вопрос меня интересует больше. О том, что ЦСКА не умеет продавать игроков, в конец просто не умеет. Это известно давно. Вы мне скажете, что бывали удачные сделки, в частности, продажи Жо в Англию, где он и за Сити успел поиграть, и за Эвертон. Но, вы знаете, это и называется иногда. Если человек вообще никогда ничего не умеет продавать, это значит, что он идиот. Ну, или, может быть, вложился в биткоины. А вот если он это делает иногда, это значит, что не умеет. А удача иногда улыбается каждому. Как бы то ни было, там было много обстоятельств, сопутствующих к переходу Чалова. Но дело в том, что он стал в юные годы лучшим бомбардиром или одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Реально много забил в нашем довольно трудном для забивания голов чемпионате. Ну, рассчитывать, что Чалов дальше пойдет так вот, как вот по траектории противоположной пике, да, вот прям сразу вертикальный взлет, ну, это было как минимум наивно. И стоило это ЦСКА несколько больше, чем 20 миллионов фунтов стерлингов. Ну, чему-то жизнь, наверное, научит. Московский «Спартак» выступил, как всегда, экстравагантнее всех и приобрел игрока сборной Люксембурга с португальским именем, французской школой и имеющим корни на островах Зеленого мыса, а ниже острова Кабо-Верде. В общем, довольно неожиданное приобретение, хотя футболист, в общем, судя по всему, очень и очень неплохой. Я вот подумал, а может быть, как-то связано это с тем, что неожиданно Наталья Поклонская решила, как она сказала, по личным причинам не ехать послом в Кабо-Верде. Решила остаться в Москве. Может быть, она что-то знала? Может быть, у них роман? Если эта шутка показалась вам рискованной, на этой неделе вообще на гендерные темы шутить очень опасно, я заранее приношу извинения абсолютно всем и, в частности, каждому Кабо-Вершицу в отдельности. Вы знаете, что вот в ведущие выходные стало известно о том, что Мейсон Гринвуд, один из самых талантливых английских футболистов нового покорения, избивает свою девушку и принуждает ее к занятиям сексом, судя по всему, насильно. Все это еще предстоит доказать, но, как показывает пример Бенджамена Минди, которого на этой неделе уже в девятом эпизоде, связанном с изнасилованием, обвинили, в общем, как правило, этот ветер в Англии не дует просто так. Мейсон Гринвуд отстает на тренировок с Манчестер Юнайтед, от него отписывают в соцсетях его партнеры, у него падает рейтинг в электронной игре FIFA, и все это называется большими трудностями в карьере. Но если карьера футболиста проходит в соцсетях в электронной игре, то, наверное, да. Посмотрим, как Гринвуд выпадает из этой ситуации, а пока все это породило очень неудачную шутку коллеги Константина Генича в эфире стрима на Комменшоу. Я, честно говоря, не склонен это преувеличивать, но, вы знаете, и преуменьшать тоже, потому что, ну, сказал человек глупость, и чего тут обижаться на то, что на тебя набрасываются подозубые феминисты. То так, собственно говоря, всегда и происходит, вот так мы расплачиваемся за неудачную шутку. А если вы считаете, что неудачная шутка – это мелочь, друзья мои, понимаете, это может быть мелочью, если ты работаешь грузчиком или продавцом в магазине, и даже официантом, может быть, да. Но когда ты работаешь комментатором, то вся твоя профессия заключается в том, чтобы тебя правильно понимали. Так что здесь ничего не остается, кроме как посыпать голову пеплом и ждать, пока пройдет феминистическая волна. Разумеется, я абсолютно уверен в том, что Константинович ничего дурного в виду не имел, но когда твоя работа – это слова, за слова ты отвечаешь сильнее, чем за что бы то ни было. В завершении гендерной темы, или того, чтобы все-таки окончательно снизить градус накала, что ли, этой темы, Александр Алиев, футболист известный тем, что у него весьма с большими проблемами функционирует головной мозг, как была масса вредных привычек и упущенный, некоторые даже говорят, пропитый талант, в очередной раз прошелся по тому, что как вот может, в конце концов, баба, вместо того, чтобы стоять у плиты, управлять компанией молодых пацанов, твоей футбольной командой. Разумеется, имею в виду Ольгу Смородскую. Ну, я думаю, что Ольгу Смородскую это совершенно все равно, он просто хочет сразу передать привет Александру Алиеву от Марины Грановской, которая была признана лучшим спортивным футбольным менеджером года. Это звание ей досталось по версии итальянской газеты, а уж в Италии, извините, очень многие убеждены, что вместо женщины уплиты довольно патриархальное в этом отношении страна, а не Англия. Но я бы сказал, что в данном случае самих слов Алиева достаточно, чтобы еще раз констатировать, у парня очень большие проблемы с тем, что вообще воедноречествуют ему в голове хоть какие-то мысли. Александр Алиев говорит, что вместо женщины уплиты. И это потому, что в его жизни был суперскандальный развод, где его жена, в общем-то, совершенно не была против того, чтобы стоять уплиты. И именно этого, и даже этого Александр Алиев не смог ей обеспечить. Ну что сказать, ну уж если вы девушке на Генчи набросились, давайте вы Алиеву напишите, что он... ну вы разберите, что ему написать. Пожалуй, самый трогательный трансфер недели это Кристиан Эриксон, который заключил полугодичное соглашение до конца сезона с клубом английской премьер-лиги Брэндфорд. Ну в общем, честно говоря, мне не очень верится в такие союзы, потому что игра Брэндфорда как-то ну совершенно не для Кристиана Эриксон. С одной стороны. С другой, в Брэндфорде нет звезд и может быть всем миром они сумеют обеспечить футболисту в общем топ уровня и способному привнести, безусловно, новые краски в игру Брэндфорда. Я никогда не подклонник таких вот команд. Вы знаете, такой миксер, версия электромиксера на футбольном поле. Но как бы то ни было, это может быть даже и интересно, а может быть провально. Наверное, ключевую роль сыграло в этом трансфере то, что Брэндфордом руководит тренер из Дании Томас Франк. В Англии я бы еще выделил трансферную кампанию в это зимнее окно лондонского Тоттенхэма. При том, что, в общем, Конте, тренер Тоттенхэма, уже говорил неоднократно, из ее слов может сделать вы, что он не собирается с Тоттенхэмми очень надолго оставаться. У него контракт-то на довольно короткий промежуток времени. Так что трансфера на Куте ради было совершенно нельзя. Там под стиль Конте явно группа игроков не подходила. Но то же самое нам это покажет все в ближайшее время, возобновившийся чемпионат Англии. Ну и добавить к этому в качестве вишенки на торте я хочу все-таки размышления о трансферах Барса, которая приобрела Абамиянга, и Трауре, того самого, который Адама. В общем, я бы сказал, что это странное приобретение по двум причинам. Ну, во-первых, действительно, это не очень в стиле Барса, особенно Трауре. Мы же сами знаем, что футболисты, которые проходят через Барселонскую академию, Ла Массию, в общем, те, которые Барселону действительно нужны, они как-то попадают в основную команду для начала. Но здесь важна, конечно, не традиция, в конце концов, пути карьеры неисповедимы. Я прочитал где-то, что Хави сам говорил год назад примерно, когда, в общем, он спокойно комментировал ситуацию вокруг Барселоны, и понимая, что, видимо, рано или поздно туда придется работать. Но еще не было каких-то конкретных задач, поэтому конкретного пути не было, и поэтому он был совершенно свободен в комментариях. И он, в частности, сказал про Абамиянга, что это футболист совершенно не для барселонского стиля. По очень простой причине, и, кстати, Хави сделал довольно тонкое замечание. Абамиянг прекрасен на свободном пространстве, а в Барселоне нужны игроки, которые умеют действовать на ограниченном участке поля. И вот именно это не является сильной стороной Абамиянга. Это и сильной стороной Трауре тоже, кстати говоря, не является. Но, честно говоря, я думаю, что эти футболисты могут надолго в Барсе и не задержаться. А прямо сейчас ей хоть какие-то футболисты нужны, и в частности в линию атаки. Поэтому эволюция, точка зрения Хави, мне кажется, очень показательной. Это не называется переобулся, этим словом очень часто злоупотребляют. Это говорит просто о том, что когда ты что-то обсуждаешь в теории, это одно. А когда тебе на практике некого выставить на поле, это совершенно другое. Есть ближайшие задачи и цели, а есть какие-то более-менее отдаленные стратегические. Посмотрим, как Хави с этим справится. Футбольный путь. Потому что он на Берию похож. Ну, вот так они решили там у себя в Польше. На следующей календарии возник Адам Навалко, который был тренер сборной Польши до мятежного Паула Соуза, из-за ухода которого, собственно, и возникла вакансия. Но Навалко, в конце концов, отвергли. И вот, наконец, объявлено, что бывший тренер Легии, который успел со Спартаком сыграть первый матч в Лиге Европы группового турнира, и, кстати, его выиграть. Бывший тренер Легии Михневич возглавит сборную Польши. Честно говоря, я уже не стал уточнять, на какой именно срок. Да это, наверное, и не важно, учитывая, как вообще Польша обращается с своими тренерами, и как тренеры сборной Польши иногда обращаются с ней. Михневич, надо сказать, довольно странный дядька. Вот на фоне того, что реально происходит в польском футболе, там все-таки появляются сейчас специалисты, которые очень современно на футбол смотрят, и об этом приходится много интересного читать в последнее время. А Михневич, в общем, похож на такого функционера нормальной еще социалистической школы, и в придачу к этому у него очень неоднозначная репутация. Вот в Польше некоторый день назад был скандал с договорными матчами, и выяснилось, что у одного из главных его фигурантов больше 700 звонков было туда и сюда с Михневичева. Его можно было 700 раз обсуждать с человеком, который на договорных матчах попался. Вы легко сможете найти текст первой пресс-конференции Михневича в интернете. В общем, мы видим, что довольно воинственно его приняли журналисты. Ну, если учесть, какая приключенческая ситуация предшествует его назначению, я думаю, что это не столь важно. Ну, а матч сборных России и Польши в Москве пройдет все же на стадионе «Динамо». Окончательно отказались тогда провести игру в «Лужниках», и «Лужники» остаются в итоге очень странным местом для Москвы и для России, потому что когда-то главный стадион страны принимал футбол за последние три года, ну, начиная с чемпионата мира, если вот считать от окончания, да, вот тот самый матч, когда все закончилось награждением сборной Франции за первое место сборной Хорватии и за второе, и там была незабываемая фотография с независимой подписью, когда стоит президент Хорватии, милая дама, с роскошными формами под дождем, рядом стоит наш президент под зонтиком, и подпись фотографии гласит, когда тебе нельзя мочить манту. Вот примерно с тех пор в «Лужниках» играет футбол, ну, сколько вот пальцев на руке одного более или менее здорового фрезеровщика, концертов тоже, по пандеминым причинам не бывало, но вот причина отказа от игры «Лужника», как вы думаете, какая? Потому что никто и не знает, сообщил официальный представитель РФС Александр Алаев, а Алаеву доверяют сообщать популярные новости в РФС, вот не знаем, какой будет эпидемическая ситуация. Спрашивается, какая разница, что там стадион, что тут стадион, что там будет ограниченное количество мест на трибунах, а не количество людей тотальное, которое может прийти, что тут может быть то же самое. Странная какая-то вся эта история. Давайте снищем к чертовой матери «Лужники», потому что, в конце концов, на их содержание уходит столько денег, что тут никак невозможно объяснить существование этого стадиона здесь. Ах, вы не хотите сносить «Лужники»? Да я, в общем-то, тоже не хочу. Тогда давайте придумаем, как их использовать, то, что это, в общем, чистой воды и расточительство. В завершении пару слов о «Фан-Айди», чтобы никому не показалось, что от этой темы как-то общественное мнение отстает. Нет, отнюдь. На этой неделе вновь были комментарии со стороны болельщиков объединений, что так или иначе они не будут подписываться, и комментарии самых разнообразных функционеров о том, что раз решили, значит, так и будет. Наиболее категоричным на этой неделе был Роман Терюшков, административное лицо в «Химках» и государственные думы, вот, собственно говоря, от «Единой России», кто бы сомневался. Роман Терюшков сказал, что, ну, значит, посмотрит по телевизору матча, сказал он в ответ на заявление фанатов «Химок». И здесь я хотел бы сказать вот что. «Фан-Айди», если сказать одним словом, да, это такой суперконтроль, дополнительный контроль, уже если сказать двумя словами, над болельщиками, при том, что, в общем, ситуация на стадионах отнюдь не является опасной уже последние, наверное, лет 10. Вполне безопасное место в футбольный стадион. А если что-то и происходит, то имеющихся мер безопасности вполне достаточно. А именно видеонаблюдение, ну и много еще другого, вы сами понимаете. Но ведь фан-Айди – это еще и способ банить людей на довольно длительное время, на произвольное время, поскольку это не является решением суда, допустим, от посещения футбольных матчей и вообще участия в футбольной жизни. И вот категоричный Роман Терюшков. Почему, вот интересно, у Романа Терюшкова такая сомнительная карьера? Вы знаете, что он является профессионалом? Роман Терюшков, кажется, профессионалом является в области дыр. Да, именно дыр, не дыр, а дыр с точкой. Потому что когда-то давно Роман Терюшков вышел из тени, как он, по-моему, еще сейчас поговорим, вышел из тени, получив назначение в администрации Московской области. Кстати говоря, в моем родном городе Балашиха. И по этому поводу возник серьезный протест у его политических противников, потому что по уставу этой должности было невозможно, значит, Роман Терюшков. Там необходим был опыт работы в муниципальных службах. И вот тогда в устав этой должности внесли добавку и дыр. И вот тогда оказалось, что Роман Терюшков для нее очень даже подходит. Ну, а почему он, собственно говоря, уходил в затишке и умолчании? Да потому что Роман Терюшков засветился в деле об избиении Олега Кашина, известного журналиста, и, в общем, засветился весьма конкретным образом. Если бы его допускали по некоему фан-айди, если бы президент-айди к футболу, он бы точно сейчас был забанен. Понимаете, я вот к чему клоню. Или вот еще другой деятель, о котором вы, скорее всего, не слыхали, а может быть, слыхали, если вы помните выпуски «Красавы» про Владивосток. Такой вот Эдуард Сандлер. Вы знаете, он сейчас возглавляет футбольную команду «Динамо Владивосток». А он из тюрьмы вышел сравнительно недавно. А попал он в тюрьму из-за того, что нецелевым образом расходовал деньги, выделяемые администрацией Приморья, на существование баскетбольной команды «Спартак» Приморья. Понимаете? И вот, выйдя из тюрьмы по УДО, ему немедленно доверили футбольную команду. Как вы думаете, если бы существовал президентский фан-айди для руководителей футбольных клубов, где бы сейчас был Эдуард Сандлер? Возможно, он до сих пор гордился бы тем, что ему, в общем-то, человеку, посаженному ненадолго и по экономической статье, доверили быть старшиной барака. Вот и задумайтесь над этим. Счастливо. «Вся наша жизнь играет, и если ты не клуб, ты понимаешь, во что ты играешь». Слышь этот мир как большой Футбольный клуб Футбольный клуб